Уважаемые коллеги, после интересной дискуссии о корпоративном опыте использования игр, и особенно после блестящего и фундаментального доклада Владимира Сыча, который мы, мне кажется, можем только аплодировать, который очень системно сделал основные параметры развития игр и новых технологий в обучении, мне хотелось бы просто несколько акцентов наметить, не претендуя ни на какую системность и какое изложение, просто можно их подчеркнуть в несколько моментов. Но начать я не могу не начать с небольшого терминологического ответа на последние реплики Владимира Васильевича, поскольку они касались тех терминов, которые вводятся как раз агентством стратегических инициатив, потому что мы активно занимаемся разработкой дорожных карт, и форсайт технологии лежит в основе нашего прогнозирования будущего. Я сам большой противник лично введения новых слов, и мне кажется, что часто наш язык замусоривается словами новыми, не имеющего смысла. Но в двух случаях, мне кажется, введение слов очень правдное. Первое, когда нам надо отграничить деятельность от того, чтобы было профанацией деятельности. То есть, когда все разрабатывают планы, которые не реализуются на практике, то необходимо ввести новый термин дорожная карта, чтобы подчеркнуть, что это не план формальный, а это нечто другое. Ну и вторая история, что часто нам нужно подчеркивать некоторые нюансы. И особенно в специализированной терминологии мы все понимаем, что часто без терминов обойтись нельзя. И в данном случае, конечно, мы под форсайтом принимаем не прогноз, а совершенно особый вид деятельности, который имеет, кстати, очень много с общего, с игровой деятельностью. Это исходить объединение игры со стратегической сессией и с процедурой мышления из будущего. В этом смысле, в таких случаях, мы, представляется, оправданно в определенные слова придумывать, если вернулись к той позиции, которую агентство стратегических инициатив занимает в области развития новых кадровых образовательных технологий, то одну из важных составляющих нашей миссии, нашего мандата, или, скажем, подвижения этих технологий, мы тут идем таким двойным путем, двояким. С одной стороны, нашим фокусом является как раз формирование и видение будущего. Мы стараемся на нашей площадке собирать разные коллективы. Буквально вчера на совещании Нинобрановики нас назвали новыми нахальными группами образования, которые какие-то такие дерзкие образы формируют. Мы их формируем не сами, но мы на нашей площадке пытаемся формировать в том числе смелые предположения, смелые позиции относительно того, как будет выглядеть образование, в том числе и будущего. И вот, если интересно, то результат трехлетней почти работы в области обсуждения будущего образования по как раз монтологии Форсайт, они легли в основу глобального доклада о будущем образовании, с которым вы можете ознакомиться, если будет интересно, на сайте агентства, в нем достаточно подробно отражено наше видение вот этого будущего. С другой стороны, образ будущего. Мы пытаемся дополнять работы с конкретными проектами, с конкретными лидерами, и в этом смысле поддержка отдельных инициатив является второй ключевой активностью нашего агентства. У нас в работе более сотни проектов, которые направлены на развитие разного рода образовательных технологий, в том числе активно мы поддерживаем проекты, связанные с развитием игр, с использованием новых информационных технологий. В этом смысле я призываю вас, если у вас есть, если вы специализируетесь в этой сфере, если у вас есть конкретный деятельность, конкретный проект по совершенствованию вот таких игровых технологий, тоже не полениться зайти на наш сайт, посмотреть, какого рода проекты мы поддерживаем, и, может быть, тоже попробовать по взаимодействию с нами, может быть, какой-то толк из этого получится. И несколько буквально содержательных тезисов, чтобы долго не задерживать, несколько акцентов, как я уже сказал. Очень точно уже была обрисована сегодня картина радикально меняющегося ландшафта образования. И два параметра, которые вы меняете, которые тоже сегодня уже обсуждался, это, с одной стороны, новая коммуникационная среда, новая инфраструктура общения, в которой доминирующую роль играет интернет, как такая ткань, новое общество. Но я бы даже другой акцент сделал. Я бы сделал здесь акцент не просто на развитие интернета и виртуального взаимодействия, а на сращивание. И это то, что тоже уже прозвучало. Я просто хотел еще раз акцентировать и усилить этот тезис, чтобы происходит объединение виртуального и реального мира. И мы это видим каждый день, общаясь с тем, что в технологических компаниях кто-нибудь называет интернетом вещей, или с разного рода проникающими в нашу жизнь такими проявлениями вот этого насквики виртуальной стереальности. Но самый последний пример, это многие из вас, наверное, знают, один из наиболее растущих в настоящее время рынков, это рынок браслетов, которые отслеживают физическую активность нас, физическую активность человека, и, соответственно, после этого в игровой механике они могут создавать соревновательность, стимулировать человека на большую или более правильную физическую активность, и, например, отограничивать неправильно. Когда мне регулярно браслет все эти гадости пишет про то, как плохо я, как многое время я прохожу в кресле, я задумываюсь о будущем. Мы можем себе представить, что этот браслет будет блокировать доступ к холодильнику, и, соответственно, в соответствующий день, мы не прошли нужное количество километров, нужное количество шагов. Но вот эта связь, она действительно становится очень тонкой и проходит взаимопроникновение во всех сферах жизни, но в образовании, конечно, наверное, в одной из первых очередей. Второй фактор, который я, как это вопрос, тоже акцентирую, это изменение инфраструктуры производства и потребления. Вот то, что мы сейчас обсуждали применительно к нашей крупнейшей корпорации российских железных дорог, изменяющийся подход рынка, работодателей, изменяющиеся запросы к компетенциям, к людям, которые приходят. И здесь тоже, я бы сказал, происходит взаимопроникновение сферы экономики, сферы производства, сферы реального сектора и образовательного. И вот то, что образование, оно проникает в реальную деятельность, а реальная деятельность проникает в образовательный процесс, это тоже факт. Как пример тоже я могу привести, одна из инициатив нашего агентства, которая сейчас активно развивается, это развитие дуальной системы образования, ориентируемый, в первую очередь, на среднее профессиональное образование, но и в высшем тоже может реализовываться, когда половину времени ученик колледжа проводит в соответствии с учебным заведением, а половину времени проводит на реальном предприятии, будучи увлеченным в реальный производственный процесс. И такого рода слияние, оно понятно, что может происходить в реальном, в реальном обращении, как вот в примере дуальной системы образования, но может быть и виртуальным, когда соответственно слияние происходит в сфере интернета. Это тоже важный тренд, важный фактор, который будет определять ландшафт будущего образования. Какие, может быть, параметры образования вытекают из этих факторов, и на что здесь можно обратить внимание? Первое – это развитие автоматизированных решений, массовых онлайн открытых курсов, о которых мы все знаем. Но особенно, может быть, я хотел подчеркнуть развитие смешанных форматов обучения, потому что понятно, что полностью исключить человека, человеческий фактор, коммуникацию из образовательного процесса невозможно, глупо и не представляется возможным. Но в новых реальных образованиях вот это живое человеческое общение, оно становится элитным, оно становится штучным, оно становится очень дорогим и очень ценным. Поэтому одна из идей заключается в том, чтобы только то, что не может быть доставлено человеку в форме онлайн-взаимодействия, в форме дистанционного обучения, относилось на такое межлическое отношение, на наставничество, на выстраивание человеческих отношений. Все, что может быть передано без потери качества в дистанционный формат, наверное, постепенно будет отреагировать, просто исходя из того, что действительно обучение становится более и более массовым. И Владимир Васильевич очень впечатляющий цифр озвучил по увеличению количества обучающихся, и в силу экономических закономерностей и экономических запросов. Вторая важная история, которая тоже возникает, это выход, собственно, процесса, или выход процесса оценивания качества обучения, оценка выходит за пределы самой системы образования. Она, с одной стороны, переходит к работодателю, который активно увлекается в процесс оценивания, с другой стороны, она происходит в режиме оценивания со стороны равных, в режиме 360 градусов, в peer review все в большей степени интегрируется, как раз игровые методы здесь позволяют очень хорошо выставить вот эту оценку не учителем, ученикам, а ученикам всеми, кто с ним взаимодействует. И более того, можно даже сказать, что постепенно, поскольку мы видим, что в нашей жизни, в жизни современного подрастающего поколения компьютерные игры занимают все большее место, а им уделяется значительное время, много часов молодые люди, например, часто проводят, тренируясь по прохождению определенных этапов ролевых игр компьютерных, то те компетенции, которые приобретаются, там тоже могут быть оцениваны. И как показывают некоторые прогнозы, работодательные в чем-то достижения в ролевой игре многокользовательские будут не менее интересны, чем средний балл человека в ВУЗе. Потому что они тоже показывают определенные очень важные компетенции. Компетенции команднообразования. А если мы говорим о том, что в игру будут заложены определенные образовательные элементы, то ценность такой оценки, она многократно возрастет. Здесь может быть ключевой тезис, на который я хотел заострить ваше внимание. То, что игры не являются ни хорошими, ни плохими. Это формат, как книга. Книга может быть хорошей, книга может быть плохой. Игра может быть хорошей, игра может быть плохой. Пока игры были вытеснены на периферию социальной жизни, на самом деле, сферы досуга, спорта и детства, никто не придавал большое значение образовательному компоненту игры. Но, если мы попробуем любую интересную многопользовательную игру при ее проектировании заложить те образовательные моменты, которые в ней могут присутствовать, продумать, какая модель компетенции может быть сформирована в результате игры, то, начиная от банального и очевидного знания иностранного языка, заканчивая команднообразованием, или просто общей эрудицией, как в случае с историей философии. Почему нет? То игра становится тем форматом, в котором происходит обучение. Если хотите, это примерно как с детишневым процессом сейчас происходит с детскими игрушками. Например, долгое время... Игрушка-игрушка. Какая разница, во что дети играют и как они играют? Сейчас все больше внимания уделяется тому, что то, во что играют дети в самом раннем возрасте, во многом формирует их личность. И продумав, изложив образовательные вещи в игры, в которые играют дети, мы можем сформировать определенный тип личности. То же самое и с более взрослыми играми, с компьютерными играми, с ролевыми играми, в которые вовлекаются люди в процессе развития. Тотальность игры, которая уже сегодня неоднократно обсуждалась, она, по сути, игра действительно пронизывает все сферы жизни. И вот я просто несколько примеров хотел привести конкретно, которые буквально вчера я увидел, интересный эксперимент Томского политехнического университета, который проводит отдельные элементы поступления абитурентов ВОЗ в игровом формате через профиль Фейсбука и выстроенную модель взаимодействия. То же самое понятно, многие из вас, наверное, знают, что целый ряд компаний, которые специализируются на подборе персонала, делают это в социальных сетях. Известны, например, компании Proofy, Smartstart и другие, которые специализируются на автоматизированном или ручном анализе, полуручном анализе профилей в Фейсбуке для того, чтобы подбирать нужных людей, нужные квалификации. И кроме того, игра, почему мы еще большие значения уже, как бы, подводя итогов, или нет, чтобы не задерживать вас, может быть, несколько моментов хотел я обозначить, как тоже преподаватели, действующие, имеющие достаточно большой опыт внедрения и использования игр в образовательном процессе, мне кажется, я выделил 4 такие еще важных очень параметра, важных преимущества, которые дает игра нам, как преподавателя. Первая история, она связана с, ну, понятной и очевидной, с мотивацией, то, что мы как-то обсуждали, тут все то же самое, содержание, будучи положенное в игровой формат, это принципиально иное качество мотивации, а значит иное качество усвоения. Вторая история, связанная с формированием навыков и ценностей, тут я хотел сделать оценку, которое в выступлении Антона прозвучало, о необходимости формирования позиций, о необходимости формирования не отдельных знаний, а на самом деле ценностных ориентаций часто, и особенно, когда мы, например, говорим о заключении государственных служащих, или управленцев, которые должны вливаться в команду, то формирование ценностных ориентаций является очень важным, а иным образом, чем в игровой среде, их сложно сформировать в игровой, или там недеятельностной, квазидеятельностной среде. И в этом смысле формирование ценностей и навыков через игру тоже очень важно. Команда образования и развития предпринимательских навыков тоже, мне кажется, очень точной была формулировка в сегодняшнем выступлении, о том, что игра позволяет имитировать условия неопределенности, принять решение в условиях неопределенности без серьезного наказания за риск, который человек берет на себя. И уже есть хорошие примеры больших игр, которые направлены развитие предпринимательских. В качестве примера можно привести игру Global Management Challenge, глобальный программический вызов, в который уже год принимает участие более 20 человек в России, и Россия уже в этом мире международная инициатива, международная игра России вышла на первое место по числу играющих в нее среди всех стран. Мы даже Китая обогнали. То есть люди очень активно включаются, причем не только студенты, которые, понятно, являются основной целевой аудиторией, но и действующим профессионалом, предпринимательством, с удовольствием играют. И тоже вот интересный кейс, просто как пример. Игра позволяет, по сути, управление компьютерным симулятором компании, и команды ребят соревнуются, кто лучше, кто будет более успешным, чья виртуальная компания будет более успешна на рынке. Но потом результаты не теряются, а база данных этих ребят представляет собой готовые управленческие команды, которыми с большим интересом устраивают работу органы государственной власти на региональном уровне, особенно крупные корпорации и так далее. То есть за игрой стоят вполне серьезные вещи. Наверное, на этом я бы хотел закончить. Мне было бы очень интересно продолжить дискуссию, которая сегодня, мне кажется, намечена на нашем пленарном заседании, на открытии. И еще раз в завершение я хотел подчеркнуть, что если у вас будет желание, так же, как на площадке, решили мы бы с удовольствием присоединиться к обсуждению, но и пригласили бы к себе для продолжения вот этой дискуссии и, может быть, по каким-то отдельным темам продолжение с этого общества. Спасибо. Спасибо.